27 января 2024 года, в день 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, Святейший Патриарх Московский и вся Руси Кирилл посетил Санкт-Петербург. Ежегодно 27 января в России отмечается день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Представитель Русской Церкви принял участие в торжественной траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу «Мать Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, самом большом в мире братском кладбище жертв войны. 80 лет назад в ходе наступательной операции «Январский гром» враг был отброшен от Ленинграда. Бойцы Красной Армии полностью освободили город от фашистской блокады. День Победы в этом сражении отмечает вся Россия и жители других стран, которые чтут память о подвиге солдат, освободивших мир от фашизма. Пискаревское кладбище – скорбный памятник жертвам Великой Отечественной войны, свидетель общечеловеческой трагедии и места всеобщего поклонения. Мемориал посвящен памяти всех жителей и защитников блокадного Ленинграда. В 186 братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. К подножию монумента Мать-Родина Венки возложил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, следовавший за его святейшеством митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, епископ Кронштадтский Вениамин, епископ Выборгский и Приозерский Варнава, епископ Тихвинский и Ладийнопольский Мстислав, епископ Гачинский и Лужский Митрофан, епископ Петергофский Силуан возложили к подножию монумента букеты цветов. Была возглашена вечная память. Молитва эта необходима прежде всего нам. Без этой памяти и молитвы мы обречены на забвение. Молитва за усопших – это ничем не заменимая услуга наша, живых на земле. Они нуждаются в этой молитве, да. Но эта молитва нужна и нам, потому что она возобновляет память об усопших. Мы молимся за них, тем самым вспоминая их жертвенный подвиг, который они понесли. Они стояли мужественно, стояли, защищая наш город. Это является, конечно же, для нас, потомков, это ярким примером для подражания. Память солдат и горожан, покоящихся на Пискаревском кладбище, почтили члены правительства Санкт-Петербурга и депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Члены правительства в церемонии также приняли участие представители традиционных религиозных конфессий Санкт-Петербурга. Продолжение следует...